Эй, ё, чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и, бро, сразу же, просто, сразу же, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприебанду, ведь придёт время, и соприебанда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, бро, тебе там не очень нравится, подписывайся на мой канал, чтобы быть нашей крутой соприебанде, ведь наша банда растёт с каждым днём, и я уверен, что тебе понравится с нами, окей, бро, и помимо посылок из Даркнета в интернете начали появляться другие виды распаковок, где, в принципе, те же самые, кейсы, что в CSGO, ребята, на онлайн-аукционах покупают чемоданы, где они не знают, что там может быть, они просто вслепую его покупают, и потом открывают его на видео, неделю назад я зашёл на один из онлайн-аукционов, где продавались всякие потерянные, забытые вещи, к примеру, чемоданы, которые сбывали в аэропортах, и, естественно, я, как основатель Супримбанды, купил самый дорогой чемодан, чемодан миллиардера, вы не поверите, я не буду говорить сумму, за которую я его купил, благо, деньги с партнёрки пришли недавно, Эй, бро, я очень надеюсь, что в том чемодане мы найдём что-то просто жесть какое дорогое, и это окупится, я очень на это надеюсь, потому что если этого не случится, я буду очень расстроен, и, в принципе, то, ради чего мы здесь все собрались, чемодан, он мне пришёл сегодня утром, тяжёлый, ого, вот этот чемодан мне пришёл, бро, посмотрите, какой он, в принципе, он такой же самый, как и было фотографии на аукционе, именно его продавали, в принципе, я думаю, что можно его уже открыть. О, окей, бро, вот этот чемодан миллиардера, вы только вдумайтесь, миллиардера, я в предвкусении, что там может быть, возможно, нам повезёт, там будут деньги, это мы сейчас увидим, давайте для начала вытянем его с этой упаковки, он весь такой в пыли, почему-то мокрый, очень странно, всё очень и очень странно. Так, ну, я думаю, здесь можно обойтись без перчаток, потому что это не Даркнет, это чемодан с аукциона, здесь можно просто всё открывать, так, и вот этот чемодан, он очень тяжёлый, посмотрите, какой он, он весь в пыли, почему-то мокрый, странно, на улице не идёт, то есть, почему он тогда мокрый? Здесь должно быть написано имя, телефон и адрес того, чей это чемодан, и тогда бы ему вернули, он сам этого не запомнит, поэтому его чемодан потерянный, и, естественно, его купил я. Так, ну, в принципе, чемодан рабочий, хотя с трудом. Окей, банк, если бы я открывал этот чемодан на полу, то вам бы не было видно, и благо я это заметил, и благо, что у меня есть коробки после переезда. Переезд, это многие объясняют в этом доме. Фух, я надеюсь, вы готовы, поэтому давайте попробуем открыть этот чемодан. Сначала, по-моему, здесь. Так, первое есть. У нас здесь очень много отделов с кармашеками, первый, второй, третий, четвёртый, и всё. И здесь ещё шестой. Давайте начнём с этого. Здесь ничего нету, только пыль. О, блин. Окей, понятно. Снизу у нас ничего не было, поэтому давайте попробуем открывать дальше. Спереди мы начнем, наверное, с этого. Фух, открываем, посмотрим, что у нас здесь. Ага. Вот оно что, здесь только две вещи. Вот такая вот штука, которую я брызгать в горло, как я понимаю, это лекарство. Да, это лекарство. Я буду закрывать, потому что я не буду ничего рекламировать. Это лекарство, которое, похоже, надо было нашему миллиардеру. И сейчас мы попробуем по всем этим вещам восстановить личность нашего миллиардера. Кто это был? Может быть, это вообще была женщина? Поэтому сейчас мы это попробуем узнать. Первое, что у нас есть зацепки, это вот это вот для того, чтобы брызгать в горло. Он или она явно был болен. Но второе нам уже показывает, что это был на самом деле миллиардер. Здесь та штука, что используется после бритя. И кажется, что она еще даже новая. Просто жесть какой пили. Я не знаю, или вам видно, но, блин, я провожу просто, и здесь нереальная пыль. Офигеть, сколько же он там стоял. Так, что ж, ладно, первый кармашек мы открыли. Здесь было это. Мы установили личность нашего миллиардера. Это мужик. Может быть, парень. Второй кармашек. Он тоже идет спереди. Давайте откроем. Здесь ничего нет. Он маленький, и здесь точно ничего нет. Что ж, у нас осталось только два главных отсека в этом чемодане. Это вот этот и вот этот. Давайте попробуем открыть. Открываем вместе с вами, ребята. Офигеть. Да ладно. Это реальный ноутбук. А ну, я уже уверен, что этот ноутбук, если продать, мы окупим этот чемодан. Офигеть, Асу, задний случай игровых ноутбуков. Да, окей, давайте попробуем его включить и посмотреть. Может быть, здесь есть фотографии того самого миллиардера. Он разряжен и вообще не включается. Блин, так жаль, что он разряжен. Возможно, здесь будет зарядка. Мы увидим фотографии и узнаем, кто наш миллиардер. И продадим его за нормальные деньги. Да, это будет круто. В этом отсеке больше ничего нету. В принципе, понятно. Что ж, закрываем. Эй, бро, у нас остался всего лишь один отсек. Это вот этот, третий, самый большой. Фу, давайте посмотрим. Может быть, там лежат какие-то интересные вещи. Так. Вер, да ладно. Ладно. Здесь даже есть VR. Виртуальные реальные сачки. Смотрите. Охренеть. Ноутбук. Это за какие деньги можно продать? Я реально окупился. А, нет, это не тот обычный VR, который я уже подумал. Это VR для телефона. Сюда вставляется телефон и можно смотреть. Всякие VR мультики или играть в игры. Я знаю об этом. Это не такое дорогое. Ну, в принципе, с этой штукой все ясно. Ясно бы, что миллиардер не ягался бы этой штукой. Понятно, что он летел и с сыном куда-то. Ну, вообще, вот это вот классная штука. Я бы, наверное, ее даже оставил себе. Окей, и для чего у нас здесь идут какие-то вещи? Вот это вот очень сильно похоже на штаны. А вот это очень сильно похоже на пальто. Ведь если это пальто, я очень сильно удивлюсь. Потому что за какие, блин, деньги это можно продать? Это же нереально. Так, ну штаны явно ношеные. Это видно. С этим все ясно. Давайте посмотрим на фирму, бренд. Возможно, это же с какие брендовые штаны. И мы их сможем продать. Я без понятия, что это за бренд. Я не знаю этого, серьезно. К сожалению, я разбираюсь только в уличных брендах. Типа как Supreme, O'File. Но вот в этих я не разберусь никак. Я думаю, что с пальтом будет то же самое. Будет сложно разобраться, что там со брендом. Окей, нужно будет загуглить, сколько стоят эти штаны. Новые. И, возможно, их потом тоже за нереальные деньги. Прикиньте, это какой-то супер крутой бренд, я надеюсь. Окей, у нас здесь осталось еще пальто. И это все. На этом чемодан пустой. Окей, в принципе, ясно. Так, давайте посмотрим, что это у нас тут за пальто. Пальто. Ооо, оно большое. Так, бренд. Лисати. Ну, в принципе, как я знаю, пальто само по себе дорогое. А если еще и брендовое, то вообще херую кучу денег. Но здесь какой-то очень странный бренд. Лисати. Естественно, я в этом не разбираюсь, потому что уличные бренды только знаю. Но давайте померяем, может быть, оно даже на меня будет. Не, оно немного большое, особенно в талии. К сожалению, я не знаю, ли это брендовое пальто или обычное. Но это же миллиардер. Окей, я уверен, что это очень брендовое пальто. Потому что, потому что это же был чемодан миллиардера. Камон, понятно, что здесь будет все брендовое. Я надеюсь, что из этого я отмою те деньги, которые я потратил на этот чемодан. Потому что я потратил просто нереальную сумму. Тоже я очень надеюсь на то, что у меня получится продать все эти вещи. Тот ноутбук, ТВР-очки. И это пальто. За штаны не знаю. Я не знаю, что это за штаны. Это вообще какой-то нормальный бренд. Возможно, эти штаны стоят 40 гривен. Потому что я лично знаю, что миллиардеры, миллионеры, они очень экономные. Они не будут надевать очень дорогие вещи. Потому что, если бы они тратили так сильно деньги на все, как я, мне отлично стать миллионером. Потому что я очень сильно трачу деньги на все. Коробки из Даркнета. Вещи. Чемодан. Да, в наше время сложно быть видеоблогером. Ух так, Супримбанда. Я уже доснял это видео. И после того, как я уже собрался идти на студию монтировать его, я решил убраться у себя в комнате после этой съемки. И когда я взял это пальто в руки, а взял его как-то вот так за кармашек, я почувствовал, что там что-то лежит. Вы не представляете, какова была моя радость, что в кармане еще что-то лежит. Но когда я увидел, что там лежит, вся моя радость просто упала. Там ключи от чьего-то дома. Представьте, в этом кармане лежали ключи от чьего-то дома. Кто-то потерял ключи. Я думаю, миллиардер даже не заметил потерю этих ключов. Но все же он их потерял. И я очень надеюсь, что возможно, маленький шанс, что ребенок этого миллиардера, чьи были эти верочки, и возможно он узнает свои очки, ноутбук, вещи родителей и напишет мне, что это его ключи. Офигеть, у меня ключи от чьего-то дома. Причем не просто от чьего-то, а от какого-то миллиардера. Ах, я не знаю. Мой шок просто не передать словами. В принципе, это все, что я хотел сказать. Продолжаем просмотр. Что ж, Брайан, если тебе понравилось это видео, и ты уже поставил свой царский лайк. И тебе тут всего-то каких-то две секунды. Ну серьезно, ты бы уже поставил лайк. А если тебе нравятся такие видео, то давай на это видео наберем 3000 лайков. И я найду еще какие-то очень интересные чемоданы на аукционе. Возможно, какие-то сейфы, которые мы обязательно откроем в следующем видео. Так что, бро, 3000 лайков, ведь для вас это ничто. Серьезно, Супримбанда, я вас это вообще пустяки. Я знаю вашу мощь, я знаю вашу силу. Полчаса и 3000 лайков уже будет на этом видео. Поэтому, бро, ставь лайк на это видео, подписывайся на канал, чтобы вступить в мою Супримбанду. Ведь перед время Супримбанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе там же не очень нравится. Не, если нравится, можешь выйти дальше под нами. Если не нравится, то, бро, подписывайся на наш канал. Ведь наша банда сейчас каждым днем. Если сейчас не подпишешься, то завтра ты уже будешь под кем-то из своих друзей. Твои друзья-то точно в нашей Супримбанде. Поэтому подписывайся. И, бро, вот-вот, комменты из-под прошлого видео. Господи, да выглядись, какие же они идеальные. Не, господи, реально, посмотри, это же идеальные комменты. Ты даже таких нигде не видел ни у кого под видео. И, бро, не расстраивайся, ты тоже можешь попасть следующее видео. Всего то, что тебе нужно, это нужно на лайк, колокольчик. А затем просто оставить свой комментарий. Лайк, колокольчик обязательно, в виде я проверю. Лайк, колокольчик, комменты уже в следующем видео. Достаточно будет даже просто, чтобы ты оставил точку. Точки в комментариях будет достаточно, и ты попадешь в следующее видео. Оставайся, ты не бля, шикарный, бро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok